МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика» в студии Татьяна Молокова. Сегодня в России и странах СНГ, бывших союзных республиках, отмечается День памяти и скорби. В этот день, 74 года назад, гитлеровская Германия вторглась на территорию Советского Союза. Начался самый кровопролитный этап Второй мировой войны – Великое Отечественное. Во всех уголках нашей Родины вспоминают тех, кто положил свои жизни на алтарь победы. Первыми удар хорошо организованный и технически оснащенный фашистской армией приняли Белоруссия, Украина, Молдавия, Прибалтика. В первые две недели войны потери с нашей стороны превысили 750 тысяч человек. К концу 41-го года без вести пропали почти 3 миллиона человек из 5 миллионов, приходящихся на все годы войны. Впервые общие потери Советского Союза были подсчитаны в 46-м году – около 12 миллионов человек. Спустя 15 лет была названа другая цифра – почти 20 миллионов. Сегодня большинство ученых-историков склоняются к тому, что в годы Великой Отечественной погибли на поле боя, умерли от ран, болезни, голода и холода, замучены в лагерях, уничтожены на оккупированных территориях почти 30 миллионов. Война шла долгих 4 года – 1418 дней, 34 тысячи часов. И каждую минуту Великой Отечественной погибали 12 советских граждан. И если по каждому погибшему в стране объявить минуту молчания, Россия затихнет на 32 года. Командный чемпионат Европы по легкой атлетике завершился фееричной победой российской сборной. Именно нашим спортсменам с самого начала удалось задать темп соревнованиям и удерживать лидирующую позицию до финала. В течение двух дней трибуны на Олимпийском стадионе не утихали ни на минуту. Ведь тут шла борьба за кубок командного чемпионата. А значит, от выступления каждого спортсмена зависело положение сборной в турнирной таблице. Для нас было важно каждое очко, чтобы не в зависимости как спортсмен, чувствовать себя на дистанции, в секторе, чтобы каждый боролся до конца. И хотя бы одну очко – это уже задача минимум. Но, конечно, задача максимум – это первые места. Соревнования открылись с женских прыжков с шестом, где российскую сборную представляла Анжелика Сидорова – спортсменка, представляющая в национальной команде Москву и Чувашию. Она сумела осуществить прыжок в 4 метра 70 сантиметров, повторив свой личный рекорд. Перепрыгнуть Анжелику удалось лишь легкоатлетке из Германии – Сирке Шпигельбург. Своим прыжком Анжелика принесла сборной 11 очков и осталась довольна своим выступлением, как и зрители, которые после выступления ее еще долго не отпускали. Такая поддержка огромная. Все кричали, хлопали. Поначалу это немного трясло, меня даже от этого сильно очень волновалось. Потом, в принципе, наоборот, поднимало настроение, заряд придавало. Так что спасибо всем еще раз. Противостояние с германскими спортсменками было не только на прыжках с шестом. В течение всего первого дня именно немцы были нашими основными соперниками, наряду с французами и англичанами. В целом хорошо. Обидно, что проиграла только немцам. Ага, вот именно немцы. Ну, потому что у нас идет все-таки командная борьба, вот, а не личный вид. И они наши главные конкуренты. Как показывают прошлые года, немцы будут основными конкурентами нашими. Однако первый день удачным стал именно для российской сборной. В копилке наших спортсменов 187 очков. И далее в турнирной таблице закрепились Франция и Германия. Несильно изменилось положение во второй день соревнований. В лидерах также Россия, где легкоатлеты один за другим показывали достойнейшие результаты, что даже главный тренер сборной не усидел на месте. Конечно, ответственность чувствуется на каждом старте. Но я был удивлен. И очень мне было приятно, когда ко мне вбежал главный тренер команды нашей страны. Обняв, поднял меня. И сказал, Костян, молодец. Сразу какая-то осталась, вся прошла. Я, буквально, рад. Нет слов. Рады и все болельщики России. Ведь на счету у нашей сборной 368,5 очков. И золотой кубок командного чемпионата Европы по легкой атлетике. Далее в турнирной таблице представители Германии и Франции. Екатерина Брамова, Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов. Республика. Сразу после завершения командного чемпионата Европы министр спорта России Виталий Мутко встретился со спортсменами-триумфаторами. Спортсменов победителей командного чемпионата Европы журналисты встретили аплодисментами. А затем и сами спортсмены аплодировали министру спорта Виталию Мутко и главному тренеру команды Юрию Барзаковскому. Министр заявил, что гордится спортсменами и командой, которая боролась до последнего и победила. Мне кажется, такой турнир команды, это как жемчужина в легкой атлетике. Мне кажется, он очень удачный, когда только 12, по сути, стран, только финалы, только сильнейшие. И среди них вы самые сильнейшие. Это, конечно, здорово. И я скажу здесь, неважно, кто даже сейчас победил, кто какое место занял. Знаете, вот главное, что мы видели, что вы каждый выступали за страну и каждый чувствовал. Вот он, знаете, даже понимает, что он может первый не прибежать, не прибежать. Но вот ускорится хотя бы еще один балл копилку. И это, конечно, здорово. Поэтому, конечно, вам огромное спасибо. И я всегда знал, что в легкой атлетике у нас работают самые талантливые, самые красивые, самые, знаете, вот преданные спорту люди. Виталий Мутко обещал сделать все, чтобы у спортсменов не было проблем с подготовкой к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Михаил Игнатьев, в свою очередь, также поблагодарил спортсменов за красивую борьбу и красивую победу. Мы всегда готовы создать все условия, когда вы хотите по своим отдельным программам приезжать. Дай Бог всем вам благословения Всевышнего, здоровья и дальнейших побед. Низкий вам поклон. У олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой свой взгляд на проведение подобных соревнований. Такие соревнования, как командный чемпионат, они объединяют. И это, конечно, действительно, нам служит как со стороны зрителей. Это ощущается, вот эта энергетика, когда каждое очко бьется за хотя бы кого-то обогнать. Такие города, как Чебоксары, Казань, может быть, еще не совсем избалованы, как Москва или Санкт-Петербург. Но это говорит о том, что мы такие векторы именно в регионы проводим, такие соревнования именно такого масштаба. Это говорит о том, что как раз мы сильны не только столицами, именно такими федеральными городами, а именно как раз глубинками. Виталий Мутков просил спортсменов обращаться к нему с любой просьбой. Просьб не было. После такой победы говорить о них не хотелось. Хотелось праздновать. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. По окончании чемпионата Европы гости и участники соревнований поделились своими впечатлениями. На карте, скажем так, спортивной России появился еще один город, который способен проводить крупные события. Не случайно здесь сейчас в ближайшее время пройдет и чемпионат России, который будет квалификационным для отбора на мир. И здесь будет Кубок мира по ходьбе. Мы будем думать, как еще крупные события сюда отдавать, потому что здесь с душой работают люди, с энтузиазмом. Ну и самое главное, в общем, открытая, добродушная публика, знаете, такая гостеприимная. И поддерживала сегодня все спортсмены, руководство Международной Федерации говорили о том, что не только своих спортсменов поддерживают, а всех. Они просто болеют за красивый спорт, они поддерживают. Мы видели, как они ловили, поддерживали, когда он пытался там прыгнуть 6-0-1, 0-2. Поэтому, конечно, для этого здесь все условия созданы. Так что спасибо всем. И, конечно, с огромной благодарностью вы сделали все, чтобы еще раз престиж России поднять и показать, что Россия не только Москвой и Питером сильна, что Россия это многонациональное, большое государство, открытое. Для нас это очень важно. Спасибо. Я вот уже был исполнительным директором многих организационных комитетов соревнований по легкой атлетике в России, включая чемпионат мира в Москве. И каждый раз, когда заканчивается соревнование, есть какая-то неудовлетворенность, какое-то ощущение что-то не сделанного, недоделанного. Вот первый раз, честное слово, первый раз в моей жизни у меня есть удовлетворение. Я доволен. Мы практически реализовали все, что задумали вместе с республикой, с городом. И это действительно получился праздник. Нам много чего помогало. Все было за нас. За нас была погода, хоть было жарко, но это гораздо лучше, чем дождь и холод, который был накануне. И нам помогло, конечно, хорошее выступление сборной команды. Это все создает настроение. Организация была на высшем уровне. Огромное спасибо. Пользуясь случаем хочу выразить Михаилу Васильевичу Игнатьеву, Сергею Владимировичу Мельникову за столь высоко качественную проделанную работу. В общем, я могу сказать, от своей сборной и от других сборных, кто вот с ребятами общались, все просто в восторге. Президент Европейской Ассоциации Легко-Артеки приехал, он просто сказал, вау. У его шокировало открытие соревнования сами. То есть, насколько публика гостеприимна. И он говорит, такого чемпионата нигде никогда я не видел. Он говорит, вряд ли увижу еще. Я говорю, ну вы приезжайте в Россию, давайте делать чемпионаты в России. Но, в частности, здесь, если это будет вообще, вы всегда будете рады. До встречи со спортсменами министр спорта Виталий Мутко побывал на спортивных объектах, строящемся в центре маутинбайка и физкультурно-оздоровительном центре «Росинка». Сейчас на его базе тренируется сборная России по легкоатлетическому многоборью. Мы полюбили Чувашию, признаются спортсмены. На протяжении семи лет в столице республики проходит летний чемпионат страны и первенство по многоборью. Часто сюда ребята приезжают не только на летние, но и на зимние сборы. С 8-го и 10-го прошел чемпионат страны и первенство по многоборью. Мы люди отобрались на все соревнования, по всем возрастным группам. И вот 10 дней мы попросили сюда на базу, чтобы здесь лес, Волга, как-то они восстановятся. Восстановились уже, побегали, подышали. После загородных сборов спортсмены начнут готовиться и к выездным стартам. Тренировки будут проходить на Чебоксарском стадионе. После общения со спортсменами Виталию Мутко показали возможности оздоровительного центра. Не исключено, что в перспективе «Росинка» получит статус всероссийского. Этот комплекс, отметил федеральный министр, может стать отличной площадкой для подготовки резерва национальных сборных. Уже звучат предложения создать именно в Заволжье аналог спортивной базы в Новодворске. В Рио главы Чувашии только за. Вместе с Михаилом Игнатьевым министр осмотрел центр олимпийской подготовки по велоспорту «Маутинбайку». Его строительство ведется на территории столичного парка имени 500-летия Чебоксар. Здесь будут заниматься воспитанники специализированной детской и юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер 7 по велосипедному спорту имени Валерия Ерды. Сколько у вас там ребят сейчас в школе? У меня сейчас 159 человек. И на всех этапах, да? Да, да. Она бюджетная, все нормально? И только культивируете «Маутинбайк»? «Маутинбайк» и «Шоссе». И «Шоссе». То есть велосипед. Да. А если мы вам трек построим? Вот трек. Место для трека. Будет и велотрек под открытым небом, то есть специальная трасса, физкультурно-оздоровительный комплекс со спортзалами и бассейнами. Впоследствии центр станет полноценной базой для подготовки сборной России по «Маутинбайку». Впрочем, заниматься здесь смогут не только профессиональные спортсмены. Комплекс проектирован таким образом, что посещать залы и бассейны и даже ездить по трассам смогут все желающие. Сколько квадратных метров есть? 17 тысяч. 17 тысяч. Что здесь? Многофункциональный зал. Раз. Что еще здесь? Бассейн. Два бассейна. Бассейн 25 метров и детский, как лягушатник, да? Да. Два. И четыре зала, которые будут для гимнастики, батут и тренажерный комплекс. Идея создания в Чебоксарах такого спорткомплекса принадлежит олимпийскому призеру по «Маутинбайку» Ирине Калентьевой. И, как оказалось, Виталий Мутко знаком со спортсменкой лично. Он первым поздравил ее с бронзовой медалью на Олимпиаде 2008 года. Кстати, в том, что такой центр возводят именно в столице Чуваши, и ничего удивительного. Именно чувашские велосипедистки составляют значительную часть сборной России по этой дисциплине. Это велоцентр, центр развития «Маутинбайка» называется. Но он будет единственный в России. Такого еще в России нет, никто не строил. Но думаю, что мы его как бы проектировали впервые. Ну, из соображений. То, что учитывали все, то, что необходимо тренерам, со всеми тренерами как бы обсуждали эти вопросы. Здесь у нас имеется все для занятий спортом. Это значит с проводения сборов, начиная общепита, питание, значит, учебные классы, восстановительный центр и трасса «Маутинбайка» здесь прямо рядом будет. Если строительство будет идти по плану, центр сдадут уже к концу этого года. Практически сегодня в штурме по фадам и завершения работа по спецработам в основном. Это сантехника, электрика, отделочные работы остались внутренние. Побывал Виталий Мутков, недавно открыл двор. Несколько лет назад эрспорта страны лично заложили в правительство. Увиденным он остался доволен. Это центр европейского уровня. Здесь обустроили и тренировочный каток, и большую ледовую арену на 7,5 тысяч мест. Дворец необходимо загружать по максимуму, отметил федеральный министр. Главное, чтобы новый объект не простаивал. К слову, с его появлением у республики появится возможность развивать фигурное катание и хоккей. Мы будем делать все, чтобы сюда приводить какие-то соревнования всероссийского для начала уровня. Может быть, это будет кубок фигурное катание, один из этапов. Может, это будет молодежное оперенство. Мы сейчас, Михаил Алексеевич, все обсудим, поручим специалистам уже в ближайшее время, чтобы здесь, скажем, этот дворец подзагрузить. Развитию физической культуры и спорта региональной власти уделяют большое внимание. Чуваши, отметил Виталий Мутков, в последние годы встала в один ряд с признанными спортивными центрами страны. Но не исключено, что в ближайшее время республика может и басглавить этот рейтинг. Крутые повороты, рев моторов, всплеск адреналина – все это автогонки. В Чебоксарском районе прошел открытый чемпионат Чуваши по автомобильному спорту. Соревнования по автомобильному спорту открытого чемпионата Чувашской республики, Кросс на Кубе главы Чуваши проходит в Чебоксарском районе рядом с деревней Чешкосе. Кросс юбилейный, проходит уже в пятый раз. От старта до финиша – 1 километр 200 метров. Секунды отделяют участников от заветной победы. Напустывал спортсменов, временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Михаил Игнатьев. Свободный заезд был самым зрелищным в засчетных классах автомобилей. Сейчас очень интересный заезд был, я вернулся, полили трассу, трасса стала практически ледовая. То, что мы вчера ездили, это что-то грунт-асфальт, вот можно сказать. Но сегодня было очень скользко, вот этот заезд, ну просто так эмоции зашкаливают действительно, потому что удержать автомобиль чрезвычайно сложно. Сложные повороты где-то полили сильнее, где-то меньше, поэтому было непросто. Соперники сильные ребята тоже, ну посмотрим на результат. Трасса подготовлена на совесть, подчеркивают участники соревнований. В Чувашию приехали спортсмены из Сатарстана, Марийской республики, с Кирова. Профессионалы знают толк в этом деле. Трассу все сами сделали, готовили днями и ночами, в общем, помогла, конечно, дождь. Есть будущие соревнования автоспорта, значит, это будет. Так как глава поддерживает автоспорт, спортсмен сам, и нам самое главное не подвести, стараться держать в таком же тонусе. Но погода все равно вносит свои коррективы. Спиратура все-таки высокая, и, соответственно, двигатели испытывают определенную нагрузку. В остальном все замечательно, организация супер, выброс адреналина, положительные эмоции, естественно, новые друзья знакомые. Ну, и, соответственно, совершенственные навыки. Это в первую очередь, наверное, даже, да. Гоняешь здесь, выброски, адреналин здесь, а на трассе уже спокойно, культурно. Все замечательно. Судьи наблюдают за заездами по всему периметру трассы. Они тоже сопереживают участникам. Титулованный чемпион России, победитель ралли Париж-Дакар Владимир Гольцев с удовольствием приезжает в Чувашию на судейство. Рекрет победы. Вот надо научиться управлять, во-первых, своими эмоциями, ну и владеть некоторыми приемами управления автомобилем. Ну и не опаздывать, как на поезд всегда, знаете, надо все делать вовремя. И правильные действия, вот управление автомобилем. Организаторы считают, что в перспективе Чешкасинская трасса вполне сможет принимать и соревнования Кубка России по автомобильному спорту. Регина Кубайкина, Дмитрий Говалев. В Чуваши завершились праймери с предварительным внутрипартийным голосованием. В субботу с кандидатурой на пост главы Чуваши определялись выборщики Батыревского, Шумуршинского, Яльчикского, Канажского, Янтиковского, Цивильского, Красноармейского и Чебоксарского районов. Первыми предвыбранные программы потенциальных кандидатов выслушали выборщики Батыревского района. Все те программы, которые инициировала партия «Единая Россия», они эффективно реализовывались, реализовываются и будут реализовываться. Какие они? Это программа политической партии «Российское село», детские сады «Дети», объекты спорта, любителям спорта, как и млад, так и стар. Дальше новые дороги к городам России. На уровне правительства, начиная с 2016 года, начнет работу программа уже строительства новых общеобразовательных школ. Кроме этого, это команда, формирование команды и намышленников для того, чтобы разрешать и решать все эти вопросы, которые есть. Михаил Игнатьев также подчеркнул, что главной задачей правительства остается повышение качества жизни населения, в том числе сохранение государственной поддержки особо нуждающимся. Предварительное голосование по определению кандидатов – практика, опробованная несколько лет назад на выборах в госсовет. Однако в этот раз выбрана наиболее демократичная модель – праймерис, при которых обеспечивается максимальная открытость кандидатов. Процедура тайного голосования проходит абсолютно честно, прозрачно. Такая процедура, она больше ни одной партии не поддерживается. Помимо Михаила Игнатьева, проверить свои политические силы решили еще семь человек – врачи, учителя, общественные деятели. В своей программе я бы остановился в дополнении к тем приоритетам, о которых говорил Михаил Васильевич Игнатьев, чтобы наши молодые люди получили помощь в самоопределении, в целеполагании, в проектной деятельности. Потому что тогда они смогут создавать новые компании, они смогут создавать новые рабочие места. И добавим сюда приоритет республики в плане поддержки предпринимательства. И вот вам, пожалуйста, экономический эффект в виде дополнительных ресурсов на решение социальной задачи. У выборщиков всех трех муниципалитетов была возможность задать кандидатам свои вопросы. Интересовались, к примеру, планами развития села и сельского хозяйства, дальнейшим усовершенствованием системы образования и здравоохранения. После знакомства с предвыборными программами обсуждения несущих вопросов состоялось тайное рейтинговое голосование, в котором участвовали выборщики партийных отделений. Батревского, Шемуршинского, Яльчикского, Канажского, Янтиковского, Цивильского, Красноармейского, Чебоксарского районов, города Канаж. По итогам голосования за кандидатуру в Рио главы Чувашии Михаила Игнатьева в Батревском районе проголосовало 194 из 200 выборщиков, или 97%, в Канаже – 92%, в Цивильске – 93,9% избирателей. Михаил Игнатьев поблагодарил всех за доверие. Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика. Пока это все новости к этому часу. Итоги дня подведем в вечернем выпуске. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова